Доброго дня! Хлопай ресницами и Wi-Fi. С помощью очков можно решить любые проблемы. Доказано Google. В обзоре технологий. Аналитик барнаульской кинополитики, строитель-оббанщик, видеоагитатор и друг пернатых. Лицо алтайского интернета в подведении итогов краевого конкурса блогов. Печать отлагательству не подлежит. Самый компактный принтер в истории. Какие проблемы он поможет решить в гаджет-анализе. СНЫ ПО ЗАКАЗУ Гаджет выглядит как обычная маска, но она оснащена светодиодами, которые загораются с определенной последовательностью. Вспышки света воздействуют на зрительные анализаторы и таким образом управляют нервной системой. Перед спящим возникают узоры, которые глаза воспринимают как сон. При том, настроение его можно задавать заранее. Кроме того, изобретение позволяет лечить расстройство внимания и даже способствует разглаживанию морщин вокруг глаз. Приспособление для человеческих очей разработал интернет-гигант Google. И по своим возможностям оно сравнимо с устройствами секретных агентов из кинофильмов. Очки с дополненной реальностью, как сообщают в компании, позволяют лишь с помощью глаз и голосовых команд производить любые действия. Сегодня доступны лишь с помощью компьютера. Принять текстовые сообщения, ответить на него, узнать маршрут движения, сделать фотографию, да даже пообщаться в видеочате. Эти очки должны будут позволять. Насколько действительность будет соответствовать фантастическим обещаниям презентационного ролика, узнаем до конца года. Есть что-то шпионское и в следующей технологии. Изобретение представляет собой обычный флеш-накопитель. И по сути им является. Однако главное в устройстве это нестандартный подход к информационной безопасности. Флешка содержит в себе сим-карту, призванную следить за перемещениями устройства в случае его потери. Но самое главное наличие чипа, который по сигналу владельца через интернет может уничтожить всю имеющуюся на флешке информацию. Дотла. Как и сам накопитель. Восстановлению он уже подлежать не будет. Ну и напоследок изобретение еще более нужной в повседневной жизни. Проблема потерянных ключей, пультов от телевизора и даже носков может быть решена благодаря устройству под названием Finder от китайских умельцев. Оно работает на основе радиочастотной технологии. Нужно на вещь нанести специальную наклейку, зарегистрировать предмет в приборе и присвоить ему имя. Например, Костя. А теперь при потере, ну, допустим, ключей, вы сможете их найти в два счета. Еще больше судьбоносных новинок в следующих выпусках «Альтернативы». Сейчас же заполняем пробел в знании алтайского сегмента интернета. В этом Барнауле действует метро, на Добве разводятся мосты, а в центре города падают осколки фобос-грунта. Альтернативная реальность, описанная алтайскими блогерами, теми, кто создает имидж региона в глобальном пространстве, далеко не всегда приукрашивает наши реалии, но часто дает представление о жизни под новым углом. Именно таких блогеров читают, именно на таких блогеров ссылаются средства массовой информации. Впрочем, за пределами интернет-пространства имена этих людей малоизвестны, а выделить самых талантливых в массе безликих достаточно трудно. Поэтому в Алтайском крае придумали и провели конкурс среди сотни наиболее интересных блогеров. Накануне были озвучены его итоги, и прямо сейчас мы готовы назвать имена и странички лучших авторов нашей альтернативной реальности. Итак, лучший блог о Барнауле – barneapol.ru. Не знаете, что за здание строится у вас под окном и чем будет интересен новый торгово-развлекательный центр? Или вдруг почему преобразились сталинки в центре города? В общем, предлагаем вам погулять по Барнаулу вместе с Антоном Знаменщиковым и внимательно вглядеться в окружающее пространство, которое таит в себе немало интересного. Она активна, позитивна, молода и очень даже симпатична. Неудивительно, что и лучший личный блог Анастасии Семенчиной обладает всеми качествами своего автора. Все, чем живет на Алтае современная девушка в блоге той самой Насте. Этим, конечно, наш интерес к персональной страничке не исчерпан. Дело в том, что Анастасия работает в Киномире, монополисте на кинорынке Барнаула. И иногда та самая Настя говорит от имени своей компании. Например, почему в кинотеатрах идут сплошные блокбастеры и совсем нет интеллектуального кино? Или какие новинки кино закупают на ближайший год? Лучший твиттер Алтайского края ведет Данил Чурилов. Среди всех конкурсантов этот блогер как раз известен. Известен он прежде всего своим сайтом Барнаульского метрополитена. Также Чурилов один из самых продуктивных авторов Алтайского раздела Википедии. На страницах Алтайской благосферы основательно обосновался Кухмен. Автор самого необычного блога Андрей Карамзин даст форум многим авторам кулинарных ток-шоу. Он не утруждает себя оригинальными рецептами и выдающимся владением ножа и вилки. Он рассказывает о кухонных гаджетах, о том, как усовершенствовать процесс приготовления и поедания, а также о том, как наслаждаться красотой еды. Открытием года жюри конкурса признала блог Алексея Терышкина в Бийске. Как известно, основные информационные потоки края сосредоточены в Барнауле. Именно поэтому блог, расширивший географию, выглядит интересно и свежо. А если бы подобный блок был посвящен более отдаленному городу или району, например, Тогульскому, ценность такого ресурса возросла бы в разы. Всего, вот, к примеру, у нас был один подобный проект на 1 апреля, а второй на 9 мая. В течение одного дня в рамках этого проекта мы выставляем около 50-70 материалов, постов и к ним сотни фотографий. Лучший корпоративный блог ведет компания CyberX. Она работает в сфере IT, занимается в том числе разработкой сайтов. А на странице своего блога достаточно интересно рассказывает о плодах своего творчества. Читатели признали самым лучшим блог Сергея Щербина – записки из небольшого городка. Автор регулярно покоряет крыши городских высоток и представляет читателям фотопейзажи, которые, как правило, недоступны публике. Тем и ценен его блог. Но не только. Конкурсу Щербин подошел с редким для остальных участников рвением и снял с десяток мотивирующих агитационных видео. Агитация дала свои плоды. В интернете выкладывали агитационные за меня. То есть выпустили за период конкурса 23 ролика, каждый день их выкладывали. Никакой цели я не преследовал. Просто создать некую движуху мы хотели, так сказать, флешмоб в интернете, чтобы конкурсанты последовали моему примеру и начали как-то со мной соревноваться. Но, к сожалению, никто ничего такого не начал делать. Ну и, наконец, победителем в двух номинациях «Лучший фотоблог» и «Лучший тематический блог», а также обладателем главного приза «Самый лучший блог» по версии жюри стал Алексей Эбель, известный также как «Алтайбердер». Для алтайской благосферы автор действительно уникальный. Более того, многие средства массовой информации могли бы смело заимствовать у него новости, поскольку других источников подобной информации вы вряд ли найдете. Алексей Эбель регулярно выходит на фото охоты за птицами, делает очень качественные снимки и подробно описывает их. Например, в начале мая он заметил раннее появление в городе, речной икрачки, перепелов, малых зуек и пятнистых сверчков. В целом, судя по фотографиям Алтайбердера, небо над Барнаулом очень богато на разных птиц. Блоги теми хороши, что дают возможность каждому сказать свое веское слово о действительности, которое нас окружает, и, возможно, как-то ее изменить. А конкурс названия хорош тем, что позволяет наиболее интересным из блогеров быть услышанными еще большим количеством людей. А далее в альтернативе обзор наиболее занятного по версии нашей программы электронного устройства. Думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда наличных денег нет, есть только банковская карточка. А рассчитаться, допустим, за услуги такси нужно, или там за доставку пиццы, например. В таких случаях приходится либо вскрывать свинку-копилку, либо, что еще хуже, бегать в поисках банкомата. Гаджет, который на днях презентовала китайская компания, способен решить эту проблему. Но далеко не ее одну. Мобильный принтер для смартфонов, телефонов и планшетников. Так можно охарактеризовать устройство под кодовым именем SMT300. Основное предназначение принтера – печать мелкой документации. Это может быть любой документ. Визитная карточка, заметка, любой текст и, конечно же, квитанции и чеки. Принтер соединяется со смартфоном при помощи Wi-Fi или Bluetooth. Довольно легко обнаруживается и печать стартует. Особо важным считает то, что устройство заточено под портативность. Аккумуляторной батареи, как сообщается, хватает до 11 часов работы. Кроме того, SMT300 просто предназначен для ношения с собой. Прорезиновый корпус защищает от падения с высоты. Устройство надежно защищено от влаги и пыли. Хм, однако, не все так уж и радужно. Считывать информацию с магнитных карт устройство действительно может. Ну, как и распечатать чек. Только вот функции соединения с банком в нем нет. Так что на данный момент SMT300 – это не более чем кассовый аппарат. Впрочем, принтер может пригодиться тем же российским таксистам, которых по новому закону обязали выдавать клиентам квитанцию об оплате. Ну и, конечно, пригодится гаджет тем немногим, кому нужно что-либо распечатывать за смартфонов или планшетников. В общем, будем следить за новыми функциями. В заключении программы вернемся к нашему родному алтайскому сегменту интернета. Традиционный видеоролик, изготовленный местными вольными креативщиками. Примилое видео от Дмитрия Дыбова, в котором Барнаул предстает таким хрупким, красивым и живым. Для ролика автор сделал более полутора тысяч фотографий. А я, Константин Барниман, с вами прощаюсь. Смотрите «Альтернативу», будете знать технологии в лицо. И помните, не только цифровой мир меняет нас, но и мы меняем его. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...